Составляющая нашей сегодняшней встречи. Обратите внимание, мы будем с вами общаться глаза в глаза. Как будто мы с вами, друзья. И дай бог, чтобы после сегодняшней встречи вы могли подойти к каждому выступающему и сказать, а вы мне понравились, а у меня теперь это на всю жизнь. А можно я буду вам писать, там сейчас дети пишут мне письма, а где-то еще. И вам будут писать, и с вами будут общаться. И вот сейчас следующая выступающая, это уникальная женщина. Это врач, кандидат медицинских наук, военный доктор. Человек, который при этом еще является поэтом, писателем, автором-исполнителем, меценатом, я бы сказала. Потому что она сегодня привезла группу детей из Петербурга сама. Как, собственно говоря, и приехали дети из Москвы, которые перед вами только что выступали. Это и есть патриотизм. Приехать на фестиваль, никому ничего не прося, а отдав свое сердце фестивалю «Жар птица». И это удивительная женщина, которую зовут Светлана, от слова «Свет». И фамилия ее от слова «Заря», «Зорина». И сегодня у Светланы Алексеевны Зориной премьера. Она впервые будет показывать удивительный моноспектакль по поэтической поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Тамбовская казначейшая». И поэтому мы попросили, чтобы к нам приехали старшие старшеклассники, уже ребята, которые могли бы понять это произведение, могли бы выберясь и мыслить. И нам очень хочется попросить вас не смотреть телефоны, не разговаривать, отключить свой звук. И помочь Светлане Алексеевне Зориной сегодня так рассказать эту поэму, так вам ее представить, помочь ей своим участием, своими глазами, своим сердцем. Светлана Зорина, Санкт-Петербург. «Тамбовская казначейшая». «Тамбовская казначейшая». Пускай, славуя старовера, мне все равно, я даже рад, пишу о ней геноразмером, пою, друзья, на старый лад. А прошу послушать эту сказку, ее нежданную развязку, одобрите, быть может, вы склонением легким к голове. «Тамбов. На карте генеральный кружком отвечен». Ну, не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же право, хоть куда. Там есть три улицы прямых, и фонари, и мостовые, там два трактира есть. Один московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки. При них два будочника есть, и смена им два раза в сутки. По форме отдают вам честь. Там здание главное, острог. Короче, славный городок. Но скука. Скука Божьей правой царит и там, как над Невой. Поит вас пресную отравой, ласкает черствой рукой. И там есть чопорные франты, неумолимые педанты. И там нет спас от блудцов и музыкальных вечеров. И там есть дамы. Ой, мне просто чудо. Дианы строгие в чапцах, с отказом вечным на устах. При них нельзя подумать, куда. Тут часы греховные прочтут, и вас посудят, проклянут. Вдруг оживился круг дворянской. Губернских дев нельзя узнать. Пришло известие. Полк Уланской в Тамбове будет зимовать. Уланы. Ох, такие хваты. Полковник, верно, не женатый, но бригадный генерал, конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры, но несносные скупцы, неумолимые отцы, пришли в раздумья. Забы, шпоры, педаток окрашенных полов. Так волновался весь Тамбов. И вот однажды, утром рано, в час лучшей девственного сна, когда сквозь пелену тумана едва проглядывает сна, когда лишь купол собора роскошно золотит аврора, и тишины известный враг еще безмолвствовал кабак, Уланы, справа по шести, вступили в город. Музыканты, дремлян в лошадях своих, играли марш из двух слепых. Заслышав масковое ржание желанных вороных коней, чье сердце, полное внимания, вдруг не запрыгало сильней. Забыта жаркая пелина. Малышка! Дура! Как и видно, с вами тут не готов! Да где иван? Какой мешок? Три года встав не отворяет! Вот встав не настижь, целый дом трет стекла тусклые сукном, и любопытно пробегают в глаза опухшие девицы ряды суровых пыльных лиц. Вот, погляди сюда, кузина вот этот! Где? Майор? О нет! Ой, как он хорош! Огонь! Ой, картина! М-м-м, да жар, он кажется корнет. М-м, как ловко, смело избочился. Поверишь ли, он у меня приснился, а позже не могла уснуть. И тут девическая грудь косынку тихо подымает, и разыгравшейся мечтой слегка тянется в зону живет. Но полк прошел, за ним мелькает толпа мальчишек городских, немыльных, шумных и барсов. Против гостиницы Московской, притоновыми хусачей, жил некто господин Бабковский, губернский старый казачин. Давно был дом его построен, хотя и невзрачен, но спокоен. Между двух облупленных колонн ютился кое-как балкон, на кровле треснувшие доски зеленым мохом поросли, а перед окнами росли четыре стриженых березки взамен гордин и пышных штор и винной роскоши. Хозяин был старик, угрюмый, с огромной лысой головой. Он с юных лет с казенной суммой жил будто собственной казной. В причинах будничных расчетов блуждать была ему охота, и потому он был пикновым, его не единственным породом. Он был врагом трудов полезных, трибун тамбурских удальцов, гроза всех матушек уездных и воспитателей сынков. Его окропленные колоды, не раз невинные доходы с индеек, масла и овса вдруг пожирали в полчаса. Кубенский врач, судья, исправник. Вот таков его всегдашний круг. Последний был делец и друг, и за столом такой забавный, что казначейше иногда сгорит по валам со стола. Я не поведал вам, читатель, что казначейше был жена. Благословил его создателя, послав ему в супруге кладки. Его ценил он тысяч моста, хотя держал довольно просто и не выписывал чипцов ей старинных городов. Придав ей таинство науки, как бросит вздох или нежный взор, чтоб легче влюбчивый потёр не разветел проворные штуки, между тем догадливый старик с глаз не спускал её на миг. И впрямь Абдонсия Николаевна была прилакомый кусок. Идёт, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не припомнят люди такой высокой, полной груди. Бела, как са, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось бы, для нежной страсти она родилась. А глаза? Ну, что такое бирюза? Что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей и не дожусь в число судьи. А этот носик, эти губки, два нежных розовых листка перламутровые зубки, а голос сладкий, как мечта. Три киша, а может, два, аккуратные слова. Я дышу ей два и два, и кружится голова. Она, как Тавель, говорила, нечётко эх бы износила, но этот миленький порог, кто извинить бы ей не мог. Любил трепать и уланиты, размежать старые казначения. Как жаль, что не было детей у них, о том причины скрыты, но есть в Тамбове веку мы у них, пожалуй, спросим. Для большей ясности романа здесь объявить мне вам пора, что страстно влюблена в Улана была одна её сестерка. Она, как должное тайно это, открыла дуги, нужно по секрету. Вам не случалось, как сестёр? Замужем не слышат разговаривать, ну? Чё, ты творишь справедливый, не судит, но и уста. О, русских нравов, просто права. Я, правда, человек не лживый, но из-за ширмы раза два такие, если шаги, слава. Итак, Тамбовская красотка ценить умела уж усы. Что ж, знание её сгубило. Один улан, повеса милой, я раньше часто с ним бывал, в трактире номер занимал окно в окно с её уборной. Он был мужчина в тридцать лет, штаб Рот-Мистер строен, как корнет. Взгляд томный, ну, с довольно чёрной. Короче, идеал девиц. Одно из славных русских лиц. Он всё отцовское имение ещё корнетом прокутил. Теперь дарами проведения, как птица, Божия, Божия. Стасми земными не стесняем, он не стеснялся никогда, и не стеснён был бы и ранен, когда попался он туда. Бывал, в деле под кортечью всех рассмешит надутой речью, гримасой, фарсой площадной или неподдельной остротой. Шутя однажды после спора, всадил он другу пулю в лоб. Шутя и сам бы лёг бы в гроб и листал душою заговор. Он был не злобен, как битя, и добр, и честен, но шутя. Он не был тем, что волокиты у нас привыкли называть. Он не ходил путём избитым, свой путь умея пролагать. Не становился на колени, не делал страстных изъяснений. Ну и при том, при всём, друзья, счастливей был, чем мы, Илья. Таков-то был штаброт мистер Ругарин. По крайней мере, мой портрет был схож тому назад пять лет. Спешил о редкостях там, мол, а он утрактивщика узнать. Узнал не малон, смешного, интриг, секретных шесть и пять. Узнал невесты, где богаты, где свахи водятся, где сваты. Но занял более всего мысль беспокойную его, рассказ о молодой соседке. Бельмяшка думает, какой безжизненный болван имеет право в этой клетке держать её, а я, злодей, не тронусь, участие твоей. К окну поспешно он садится, надев персидской архалук. По густах его слегка огнится, украшен бисером чубок. На кудре мягкие надета ярмолка вишневого цвета с каймой и кистью золотой. Дарку на банке, молодой, сидит и ждёт себе принежно. Вдруг, промелькнувши, как в англии, обрисовался на стекле головки и мил, кровь и нежный. Вдруг, будто стукнуло окно, вдруг отворяется окно. Ещё безмолвен город сон, на окнах врежет утро сыр. Ещё по улице мощёной не раздаётся стук карет. Что ж казначейшую молодую так рано подняло? Какую назвать первопричину поверней? Уж не бессонница ли в ней? На ручку, опершись головкой, она вздыхает. А в руке? Чулок! Заметить нам неловко, но если вправду вам сказать, ну, кстати, было б ей не вязать. Сначала взор её прелестный скользит по синим небесам, потом спустился к поднебесной. И тут, какой позор, и сразу напротив вот у окна трактира сидит мужчина без мундира. Скорее, штаб родности в ваш сердок. И почему окошко стук, и скрылась, милая виденька. Конечно, добрые друзья, такая грустная статья. Вот на вас, на венах, смуши. Но я не отдам у нам честь. Он мол, что же, начало есть. Два дня окно не отворилось. Он терпелив. На третий день на окнах снова показалась её пленительная тень. Тихонько рама заскрипела. Она с чулком к окну подсела. Но опытный заметил взгляд её заботливый наряд. Своей удачей довольный он встал и вышел со двора. И не вернулся до утра. Потом, хоть было очень больно, собрав запас душевных сил, три дня к окну не подходили. Но эта миленькая ссора имела участь в снежных ссорах. Межник завёлся очень скоро, немой, но внятный сговор. Скажу короче, в две недели наш Гарин твёрдо мог узнать, когда она встаёт с постели, пьёт с мужем чай, идёт гулять. Отправится ли она к овеньям? Он в церкви, видно, не последний. К сырой колонне прислонясь, стоит всё время, не крестясь. Лучом краснеющей лопады его лицо озарено, как мрачное. Холодно оно, а испытующие взгляды то вдруг померкнут, то блестят, проникнуть в грудь её хотят. Давно разрешено со мной, что любопытно, милком. Улан большого впечатления, доказначей, что произвёл своей странностью. Конечно, не нужно было бы мысли грешной дорогу в сердце полагать, её бояться и ласкать. Жизнь без любви, такая смена. Ну что скажите за предмет для страсти муж, который земли. Но дело бризится к развязке. Так говорит любовник мой. Страдают молча только в сказке. А я не сказочный герой. Расковь, планец, пениска, лакей. Что это? Вот записка. Вам барин планец оберел, сам ему не приехал, много дел. И вас вам приелось позвать к обеду, вечером потанцевать. Он сам изволил так сказать. Ну что ж, скажи, что я приеду. И в три часа, надев колеб, летит штабуротный струнновед. Амфитрион был водитель, и в день рождения жены порядка ревностины. Люститель собрал губернские чины и целый бог. Хотя прикладный заставил ждать себя зарядно. И после целый день издевал, но праздник в том не потерял. Он был устроен очень мил. В огромных вазах по столам стояли замыки для дам. А для мужчин в сабонете было еще с утра припасено в больших трех ящиках вино. Вперед под ручку с генеральшей идет хозяин. Вот за стол садится от мужчин подальше прекрасный, но стыдливый пол. И дружно загремел с балкона, средь утешительного звона, Дарелок, ложек и ножей, весь хор у ладских трубачей. А бычий гребен, но он прекрасный, он возбуждает аппетит. Пароль, кстати, заглушит, между двух соседей шелку с праздником. Но нынче намерешено, что все старинное смешалось. Савдотьей Николаевной ныря сидит штаброт на струнолу. Сверлип ее пытливым взглядом, крутя усы одной рукой. Он видел, как мне сердце билось. И тут, ну, не знаю, как случилось, Ноги ее или башпачка коснулся шпоры, и он слегка. Тут начались извинения, и завязался разговор. Два комплимента, нежный взор. И тут дошло до изъяснений. Тогда, как честный офицер. Но казначейший, не пример. Она, в ответ на страстный шум, Немой восторг смешала закрыть невинной дружбы. Тяжкий опыт ему решила предложить. Таков обычай деревенской. Помочь ей способ самой женской. Ну уж давно известно нам. Любовь друзей и дружба дам. Какое адское мучение Сидеть весь вечер, тет-а-тет, С красавицей, восьмнадцатью. Вообще, я мог в году последнем В девицах наших городских Заметить страсть К воздушным бредням и мистицизму. Такая нежная супруга в часы любовного досуга Вам вдруг захочет доказать, Что два и три, совсем не пять, Или вместо пламенных лапзаний Магнитизировать начнет. И счастлив муж, Коль заснет. А годы подобных замечаний, конечно, Мог не ведать мир, Но польза, польза мой. Я бал описывать не стану, Хоть это был блестящий бал. Весь вечер моему улану Амур прилежно помогал, И сердце Дуни покорилось, Его сковал могучий взор, И дома целую ночь Все снилось, Лицами, леса и мешком. А поутру встав, В часу девятом Садится в шлапоре измятом Она за вечную камуну Все тот же сон и нын. По службе занят муж ревнивый, Она одна, разгул мечта, Вдруг дверью стукнули, Кто там, Андрюшка, ты, Тюлень ленивый? Вот чей-то шаг И перед ней Явился. Только не Андрюшка. Вы догадаетесь, конечно, Кто этот гость нежданный был. Быть может, слишком уж поспешно Любовник смелый поступил, Но, впрочем, взявши в рассмотрение Его минувшее терпение И рассудив легко, Манёшу зачем рискует молодежь. Кипнув легонько головою, Он к Дуне молча подошёл И на лицо её навёл взор, Одурманиной тоскою. Потом стал длинный ус крутить, Вздохнул и начал говорить. Я вижу, вымена ушла, Легко прочесть из ваших глаз. А вы ещё не испытали, Что в страсти значит день, Что сейчас среди сердечного волнения Нет сил, нет власти, нет терпения. На всё решился я. Тебе я предан, Ты моя немелочной, Тонкий света, Ничто, ничто не важно мне, Презврение светское полто мне, Или я умру от пистолета. Он, не пугайся, Не дрожи, Ведь я, любима, Скажи, скажи. И взор его, Притворенно скромный, Склоняясь к ней, То угасал, То разгорался страстью томной, Огнём плащим сверкал. Блитно смущение оставалось напрямую. Ему казалось, Что через минуту для него Любви наступит торжество. Как вдруг, внезапно и невольно, Сырманой в душу и вслыкнувся, Она рукой толкнула прочь его, Довольно молчить и слышать не хочу, Оставить или я закричу. Он видит, это не притворство, Не штуки, как там говори, А просто женское упорство, Капли, зачётность побери. И вот, ой, вверх всех унижений, Штабродный старпиклонил колени И болит жалобно. Как вдруг, Дэри Настюш, отвели, Супру, Красотка, ах! Они взглянули друг другу Сумрачных глазах. Ну, молча принеслась, гроза. Бегали, вышел. Дома пули и пистолеты снарядил. И через час ему приносят Записку, грязную, закинулась. Что это? Чудо? Нынче просит меня Навистик казначей. Он именинник. Будут гости. От возмущения и злости Чуть не задохся наш герой. Ушу, не обманули. Весь день проводит он полнение. Ну вот, и вечер, наконец, Глядит в окно. Какой хитрец! Дом полон! Что за освещение? А все ж... Засунуть или нет В карман на случай пистолета. Он входит в дом. Его встречает она сама, Потупит взор. Вдох полновесный прерывает Едва начатый разговор. Они друг другу чужды снова. От сцены утренней ни слова. Он на погоде говорит. Она даст Меце замолчить. Измучен тайной досадой. Идет он дальше. Кабинет. Но здесь спешить нам нужно нет. Причем спешить нигде не надо. Я жить спешил в былые годы, Скал волнение и тревог. Законы мудрой природы Я своенравно пренебрег. И что же вышло? Смех да жалость, Сковал на душу мне усталость, О сожалению день и ночь Твердит о прошлом. Чем помочь? Назад не выгодят усилия. Так в клетке молодой орел, Глядя на горы и на дол, Напрасно не подъемлет крылья. Кровавой пищи не плюет, Сидит, молчит и смерти ждет. Уже минуты возраст неной, Когда все сердце говорит, И сердце бьется с дивной силой, И мысль восторгами кипит. Уже томиться бесполезно Орлу за клетку железной На свой воздушный прежний путь Еще вернусь когда-нибудь. Туда, где снегом туман, Покрыты горные скалы, Где гнездо дни одни орлы, Где тучи бродят кровавые, Там можно крылья развернуть На вольный и роскошный путь. Но есть всему придет на свете. И даже в искреннем мечтам. Ну что же, где он? Гарин в кабинете. Ага, чудеса. Хозяин сам его встречает С восхищением, Сажает под чуятвореньем, Несет шампанского стакана. И ум да, мыслит мой мам. Толпа гостей теснилась Шумно вокруг зеленого стола. Игра уж тельная была, Иван Гманове Розунный Его держал сам на значение Для облегчения друзей. И коли господин Бабковский Великим делом занят сам, То здесь блестящий круг В Домбовской. Позвольте мне представить вам. Во-первых, господин советник, Плюститель нравов, Мирный сплетник, За златом совесть и законы Готов продать охотно хоро. А вот уездный предводитель, Весь спрятан галстук, В рак отопят, Дискаунт, усы и мудрый взгляд. А вот спокойствие рачителей Сидит и сам исправник, Ну, а им уж я сказал давно. Вот в рачке раздушенный Времен новейших метрофан, Не тесанный, не доученый, Но уж безнравственный волван, Доверь выполнен, имея К игре и знанию казначея, Он бонтирует, как вилят, И этой чести очень рад. Еще тут были, Ну, давай, читатель Мирный, Будет с вас и так нецвязный Свой рассказ перу, Потворствуя невольно И свои нрави и чернил, Бог знает, чем я снестрел. Пошла игра. Один вреднее Рывал канты, свикивал, Другой, поверить в кроигрыш, Не смея, сидел с поникшей головой. Иные приудачные тальи Бокалы шумны поднимали И чокались. Но банкомет Болне помрачен. Лепкий пот По гладкой весени Струился. Он все проигрывал до тла. В ушах его дана Взялаток и звучали. Он взбесился И проиграл Свой старый дом И все, Что в нем Или при нем. Он проиграл Коляску, Дрожки, Трех лошадей, Два хомута, Всю мебель, Жениной сережки, Короче, все, Все, она чиста. Отчаянно изности Полный Сидел он Сихо И безмолвный. Уж было заполночь, Треща погасла Уж одна Свеча. Свет утра Синевато Бледный Скользил По синим Небесам. Уж многим Игрокам Сон Прогулять Казалось Вредно, Как вдруг Очнувшись Казначей Внимание Просят Удастей И просят Важно Позволение Лишь Талью Прометнуть Одну Но с тем Чтобы отыграть Имение Или Проиграть Уши Жену О страх О ужас О злодейство И как до ныне Казначейство Еще терпеть его Могло Всех Будь товаром Обожгло Один улан Прикладнокровно К нему Подходит Очень рад И говорит Пускай шумят Мой дел Окончим По-любому Но только Чур Не плутавайтесь Иначе Вам Не стопровать Теперь Кружок Понтеров Праздных Прошу Вообразить Я Блистание Их Очков И глаз Цвета Их Виз Разнообразных Меж Жмих Усатого Героя Который Бонтерует Стоя При ним Напротив Меж Свечей Огромный Лоб Седых Кудрей Покрытый Редкими Клочками Улыбкой Вытянутый Рот И две Руки С колодой Вот и Вся Картина Перед вами К тому Привавил Вдалеке Жену На крестном Уголке Что с ней Тогда Происходило Я не берусь Вам объяснить Ее лицо Изобразило Так много Мук Что Может быть Когда бы Вы их Отгадали Вы Поневоле Загадали Недолго Битва Продолжалась Улан Отчаянно Играл Над Стариком Судьба Смеялась И жребень Увы Час Настал Тогда Авдорти Николав Встал В скресел Медленно И плавно К столу Молчание Подошла И только Цвет Ее чела Был Страшно Бледен Обомрела Толпа Все ждут Чего-нибудь Упреков Жалоб Слез Ничуть Она на мужа Поглядела И бросила Ему в лицо Свое Венчальное Кольцо И вопрот Ее Маханку Схватив Замы С добычей Пирогой Забыв Расчеты Саблю Шапку Улан Отправился Домой Наутро Вести Забавные Смущен Был город Благодарный Неделю Целую Спустя Кто Очень Важно Кто Шутя Об этом Все Все Распространяется Старик Повсюду Повсюду Нынче Ищут Драмы Все Бросят Крови Даже Дамы А я Как Роб Крым Ченит Остановился В лучший Миг Простым Нервическим Припадком Неловко Сцену Заключил Сопер Дневников Не Говорил И Не Поссорил Их Порядком Ну Что же Делать Вот Рассказ Друзья Пока У нас Будет Слаз Я не Знаю Как Можно Выучить Такое Большое Количество Текста Тем более Михаила Юрьевича Лермонтов Так Эмоционально Рассказывается Что Даже Наш Самый Главный Катализатор Сегодняшней Встречи Это Ребята Которые Слушали Спасибо Вам Большое Спасибо И Что Я Делал Спасибо Благодаря Светлане Алексеевне Зориной Мы Познакомились С Очень Талантливым Очень Таким Труд